Хадюкова Людмила Викторовна, 39 лет, Новосибирск. Татьяна, присоединяюсь ко всем комплиментам. Ваш адрес. Датчура у вас тоже славная. Хотелось бы знать, есть ли у вас какое-то хобби. Понимаю, что у вас мало свободного времени. В моей коллекции более 60 картин, вышитых мною лично. Поэтому, если, конечно, вы захотите, я могу вас научить этому мастерству. Нервы после тяжелого дня успокаивают великолепно. Берегите себя. Спасибо. А, вот. Датчура у вас. Сейчас бы знать, есть ли у вас хобби. У меня хобби, ну, мне очень нравится кататься на лыжах. Я люблю кататься, ездить на лошадях. Вот в летом, когда есть время, мы обязательно уезжаем с дочкой и ездим на лошадях. Это прекрасно. И обожаю вообще природу. Вышивать я как-то пыталась, но это не мое. Я люблю как-то действенный такой, более спортивный отдых. А еще очень люблю просто валяться на пляже вот так вот целый день на солнце и ничего не делать. Вот. Ну что. Дальше. Какой вопрос? Пашлова Елена Константиновна, 16 лет. Москва. Татьяна, есть ли у вас в жизни люди, которые вас вдохновляют на какие-либо поступки или являются для вас примером для подражания? Например, близкие люди или знаменитости? Ну, конечно же, мой ребенок, она меня вдохновляет вообще. Это то, ради чего я живу сейчас. Хочу быть хорошим примером для нее. А люди, что меня вдохновляет? Ну, вот какое-то стремление. Вот у меня есть, вот, например, с Евровидением стремление. Я хотела сама для себя еще раз показать, что я смогу, преодолею. Я сделаю все. Что люди меня, вы знаете, вот, я не могу сказать, что я хочу быть похожа на какого-то там, на какую-то женщину или там вдохновлять меня какой-то человек. Просто вот встреча, например, с каким-то человеком, просто вот знакомство, какая-то фраза или какие-то умные слова, конечно же, я слушаю, прислушиваюсь. И иногда, правда, хорошее слово просто вот тебя от друга твоего, да, ну, просто человека, который тебе желает добра, вот скажет хорошее слово. И тебе хочется жить и цвести, порхать, лететь. А иногда бывает такое, что какой-то не очень хороший человек скажет тебе какую-то гадость. И я человек, который не злобный человек и не злопамятный. И вы знаете, на самом деле, вот если мне тоже гадость скажет, я тоже еще больше становлюсь сильнее, умнее. И у меня тоже появляются силы какие-то, вот такой я человек. Вот. Ну, конечно же, моя мама. Ну, как я не могу не сказать. Моя мама, мой папа, это... Моя мать всю жизнь жила мною, моей сестрой, теперь моей дочерью живет. И эта женщина с большой буквы «мать». И, наверное, это один-единственный пример в моей жизни. Я бы очень хотела быть такой матерью для своей дочери, как является моя мать для меня. Кон Артур Владимирович, 20 лет, Ташкент. Татьяна, не собираетесь ли вы вернуться в любителей и попробовать свои силы на зимней Олимпиаде? Вы знаете, не собираюсь. Очень устала от Олимпийских игр, это очень тяжело. И мне кажется, хватит. Пускай уже другие, молодые завоевывают, добиваются, доказывают. Мне хватит. Татьяна, большое спасибо вам за эмоции, которые вы с Александром подарили всему миру. И за чувство гордости. Вы танцевали на высоком профессиональном уровне, а главное, со страстью. Очень зажигательно. Вопрос. Что для вас было самым волнительным перед выходом на сцену? Помогла ли вам поддержка зала? Вы знаете, в зале было очень мало русских, и как таково поддержки зала такой сумасшедшей я не чувствовала. Но я знала, что за мной следит вся страна. И та внутренняя сила, которая вот тренер безумно, безумно, Виктор Никовский нам, нас как-то так настроил с Сашей. Перед выходом он сказал, посмотрите друг в другу в глаза, вспомните все в жизни, хорошее и плохое, больше плохое, наверное. Хотя я очень тяжело вспоминаю плохое, я не помню ничего плохого, я в основном помню хорошее. И вот попробуйте, попробуйте станцевать друг для друга и для меня, ну то есть для тренера. Наверное, как-то так мы собрались и вышли с этим ощущением. Но во время танца я четко осознавала, что сейчас на меня смотрит вся страна, и я очень старалась. Дальше. Татьяна Александровна, 53 года, Алмата, прям как я. Я тоже Татьяна Александровна. Татьяна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, разделяете ли вы мнение жюри, считаете ли справедливыми их оценки, которые предварительно поставили вас только на пятое место? Абсолютно я не согласна с этим. Ну второе, ну место еще ладно. Но на пятое место абсолютно, ну может быть третье. Ну это, конечно же, вот только, вот, кстати, только эта оценка жюри мне была непонятной. Но я на это не обращала внимания. После Олимпиады, конечно, с Олимпийскими играми это несравнимо. Поэтому я как-то так особо не переживала. Дальше. Карина, 22 года, Алматы. Танечка, добрый день. Скажите, пожалуйста, какие качества в человеке вы цените в первую очередь? Благородство, доброта и юмор. Вот такие качества. Татьяна Домрадская, 53 года, Алматы. Татьяна, поделитесь, пожалуйста, вашим любимым и самым простым кулинарным рецептом, который пользуется популярностью в вашей семье. Ну борщ, наверное, скорее всего, борщ. Ну я вообще люблю разную кухню, и японскую, и итальянскую. Очень люблю итальянскую, и русскую, и китайскую. В моей семье как-то так, как я с Украины, поэтому в основном это котлеты, борщ, я не знаю, голубцы. Ну такая вот еда. Я думаю, что все знают эти рецепты. У меня есть какие-то свои салаты фирменные, но я сейчас не буду об этом говорить, может быть, как-то в другой раз. Татьяна, какой у вас кредо по жизни, которым вы руководствуетесь? Ну, кредо не дарить. Вот с возрастом больше понимаешь, что нужно больше отдавать для того, чтобы получать. Да, мы как-то первую четверть своей жизни, мы как-то все берем, 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 берем. И вот, наверное, у меня сейчас наступил тот момент, после... Вот, не буду говорить, ну, наверное, все знают, но неважно. Вот. Вот.